Добрый вечер, Владимир Александрович. Я сегодня посмотрел ваше обращение к народам Кавказа. Я чеченец. У меня отец чеченец, а мать ингушка. На сегодняшний день я являюсь пресс-секретарем добровольческого чеченского батальона имени шейха Мансура, который воюет в Украине бок о бок с украинцами против российской агрессии. Я хочу поблагодарить вас за вашу позицию, за ваши высокие слова о народах Кавказа, в которых вы оценили, дали хорошую, высокую оценку их прошлому, их истории, их борьбе за независимость, их стремлению к свободе, к свободе от российского колониализма. Мы знаем, что сегодня происходит в Украине, и мы всем сердцем сочувствуем украинскому народу. Мы не можем вас ни о чем просить. Вы не должны спасать другие оккупированные этносы, либо народы, потому что беда сегодня находится у вас во дворе. Она пришла к вам в дом. Но я хотел бы все-таки сказать, что если мы должны бороться вместе против России, против ее агрессии, против ее империализма, мы должны друг другу помогать. Сегодня народы Кавказа находятся в рабстве, в рабском положении. У них нет выхода. Их никто не поддерживает. И их не поддерживал до этого никто. Их оставили самим себе, в одиночку. К примеру, взять чеченский народ. Когда Ичкерия стремилась к независимости, весь этот миф сказал, что Чечня является внутренней проблемой России. И это стало причиной нашего проигрыша. Это стало причиной нашей оккупации. Хотя в первую российско-чеченскую войну мы выиграли у этого монстра. Кстати, тогда к нам приезжали украинцы, добровольческие отряды. Так как сегодня чеченцы и другие народы Кавказа участвуют на стороне Украины против России. За что мы также благодарны. Чтобы сегодня начать на Кавказе какие-либо действия, возьмем ту же Чечню и Чкерию. Нужна политическая поддержка. В одной только Чечне сосредоточено более 100 тысяч российского военного контингента. Это более 80 российских баз. Это не Росгвардия, это не ФСБ, это не полиция. Это российские войска, военные. Только в Чечне. В маленькой Чечне, которая размером в 17 тысяч квадратных километров. Я много раз давал такое сравнение. И сейчас также сравню ее с Украиной, которая 603 тысячи квадратных километров. То есть Чечня меньше Украины в 35 раз. И наше население очень маленькое по сравнению с украинским. Нас примерно всего лишь 1 миллион. И то 300 тысяч находится за рубежом. И вот на нашей территории сосредоточено такое огромное количество войск. Не говоря уже о Северном Кавказе, где также несколько сотен тысяч российских солдат. В постоянной дислокации. У нас нет тыла. Возьмем ту же Чечню. Мы не можем сегодня, так как Украина, уходить куда-то, отступать, получать подготовку. То есть на своей же территории. И выступать со свежими силами. У нас нет тыла, к сожалению. И поэтому нам нужна сегодня поддержка. Поддержка не только для нас, но и для всего народа Украины. Потому что все мы прекрасно понимаем, что если сегодня на Кавказе начнется восстание, то это отвлечет внимание России от Украины. По крайней мере частично. И все, что нам нужно, в одной только Чечне, это политическое, это информационное, это военное и экономическое поддержка. Но самое важное, это политическое признание права на борьбу за свою независимость, за деоккупацию. Сегодня в той же Верховной Раде лежит законопроект о признании Ичкерии. У вас, Владимир Александрович, есть полномочия сегодня инициировать данное признание. Вы можете обратиться к парламенту Украины? Я прошу вас сделать это. Потому что наше положение сегодня похоже на положение волков, которые заперты в клетке. И у вас есть ключ. Мы сами готовы бороться за свою независимость. Но чтобы бороться, нам нужен ключ. И наш ключ – это признание. Признание мирового сообщества. Хотя бы, если начать с Украины. Тогда мы смогли бы заявить на весь мир, что мы независимы, коими мы и являемся. Уже 400 лет мы боремся за нашу свободу и независимость. Есть также небольшой момент, который важен для нас, чеченцев. Именно вас, Владимир Александрович. Все наши президенты, президенты Чеченской республики Ичкерия погибли. Ни один из них не умер своей собственной смертью. Ни один из них. Все они погибли на нашей территории. Ни один из них не уехал. Ни один. Все погибли у нас. Все президенты. И сегодня, когда чеченцы видят вас, Владимир Александрович, который борется вместе со своим народом и никуда не уезжает, хотя есть такая возможность. И мы все знаем, что вам это предлагали. Мы вспоминаем наших президентов. Глядя на вас, мы видим наших президентов. Поэтому мы чувствуем, так сказать, вас и вашу горесть, ваши страдания. Я много раз это говорил. И когда я еще раз повторюсь, когда я вижу украинок, украинцев, украинских детей, я вижу чеченцев. Я вижу чеченок. Я вижу толпы чеченских беженцев, которые идут, пытаясь спастись от бомбежек, от пыток, от расстрелов массовых, чистых, этнических, которые проводили у нас. В одной только Чечне, я уже не говорю, за весь Северный Кавказ, где также происходили преступления по вине российского руководства. И поэтому, еще раз, обращаясь к вам, Владимир Александрович, мы нужны друг другу. И если вы нас сегодня признаете, если вы инициируете этот процесс, не откладывая его в долгий ящик, это поможет нам всем. Россия сегодня наглым образом признает Крым, Донбасс, Херсон, Запорожье. Они наглым образом проводят там референдумы за независимость. И мы прекрасно понимаем, что все это сфальсифицировано, так же, как это было сфальсифицировано в 2003 году на территории суверенного государства Чеченской республики Ичкелия. Когда так же согнали пару людей и из них сделали сотни тысяч. Якобы они хотят быть в составе России. Мир тогда это проглотил. Мир тогда это проглотил. И такова моя просьба. Спасибо вам за то, что вы боретесь. За то, что вы воодушевляете украинский народ на борьбу. За то, что вы не уехали. За то, что вы остались. Спасибо вам. И еще маленькая просьба. В Румынии сегодня находится Амина Гириханова. Это Чеченка. Которая уехала во время начала войны в Украине. После 24 февраля 2022 года. Вместе со своим восьмилетним сыном. Она жила на территории Украины. Куда в свою очередь убежала из России. Где ее преследовали и фабриковали в отношении нее уголовные дела. Как Россия это делает в отношении тысячи чеченцев. Тысячи дагестанцев, ингушей и других диссидентов. Она нашла кровь и убежище в Украине. Но Россия туда же пришла. И она была вынуждена уехать и оттуда. И когда она пересекала границу Украины и Румынии. Румынские власти по запросу России задержали ее. Это где-то было в марте или в феврале. И с тех пор они ее удерживают. Европейский суд по правам человека запретил государству Румынии ее выдавать. Но румынские власти говорят, что не будут ее отпускать. И цитата. Мы сделаем все возможное, чтобы ее нога не ступала свободной, будучи свободной по территории Румынии. Они хотят ее выдать. Мы просим вас, если у вас есть такая возможность, заступиться за нее. Украинские власти сегодня в принципе не запрещают ей вернуться. Но румынские власти ее не отпускают. Если у вас есть возможность связаться с румынскими властями и посодействовать ее передаче. Хотя бы сюда, в Украину, обратно. Мы будем вам благодарны. Спасибо вам. Всего доброго. Свободу Украине. Свободу Кавказу. Долой преступную, агрессивную политику Кремля. Свободу Кападу Каспы Кападу 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 Кап